Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры во второй очереди строящегося жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю. Срок сдачи – четвертый квартал 2013 года. Телефоны – 48333 и 48300. Сегодня 25 апреля. Эфир канала РЕН-ТВ продолжает новости Анапа-регион. В студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, смотрите в ближайшие 15 минут. Всероссийский совет местного самоуправления вновь выбрал председателя. Ехать в городскую больницу на уколы и капельницы жителям станицы Анапска теперь не обязательно. В местной амбулатории работает дневной стационар. Штурм башни – соревнования по пожарно-прикладному виду спорта среди учащихся школ. Об этих и других событиях подробнее. В администрации Анапы состоялось общее собрание Анапского отделения Краснодарской региональной организации «Всероссийский совет местного самоуправления». На повестке дня отчет деятельности местного совета – приоритетное направление на 2013 год. Мы все чаще получаем от руководства страны подтверждение его высокой заинтересованности в развитии местного самоуправления. Последнее подтверждение – это утверждение дня местного самоуправления, которое мы торжественно отметили на прошлой неделе. В настоящее время в Анапском отделении на общественных началах работает 97 человек. Среди них депутаты, предприниматели, учителя, работники культуры, спортсмены, воспитатели. По итогам года работу местного совета посчитали удовлетворительной. В итоге участники вновь избрали руководящие, контрольные и рабочие органы местного отделения. На заселение регионального совета было принято решение единогласно поддержать кандидатуру почтового Леонида Ивановича на должность председателя местного совета Анапского отделения, Краснодарского регионального отделения, Всероссийской общественной организации, Всероссийский совет местного самоуправления. В администрации Анапа подвели итоги спортивной отрасли за 2012 год. На специальном совещании присутствовали тренеры, директора спортивных школ, президенты спортивных федераций города-курорта, депутаты местного и краевого парламентов. Анапа в 2011 году заняла первое место по развитию спорта. В прошлом только пятое. Поэтому основная тема для общения представителей спортотрасли, исполнительной власти и депутатов – развитие спортивной сферы курорта. У Анапы довольно обширная спортивная база, но мало построить спортивные сооружения. Главное – привлечь туда анапчан, чтобы они постоянно занимались спортом и вели здоровый образ жизни. Анапа за высокий показатель в спорте в 2011 году получила премию в размере 5 миллионов рублей. На эти деньги был куплен автобус для того, чтобы сборные Анапы могли ездить на соревнования. Раньше ездили за свой счет на автомобилях тренеров и родителей. На остальные закуплен спортинвентарь спортивной школы города и сельских округов. Начальник управления по физкультуре и спорту Андрей Скилков озвучил итоги смотра конкурса развития спорта в Анапе. Количество спортсменов в муниципальном образовании, включенных в состав сборных команд края и России по видам спорта. 295 человек у нас включено по различным видам спорта. Это третий показатель в Краснодарском крае. Больше только в Краснодаре и Сочи. Количество подготовленных в муниципальном образовании кандидатов мастера спорта, мастера спорта международного класса, мастеров спорта, заслуженных мастеров и сгрунных тренеров. За 2012 год у нас оказалось 42 человека. Мы заняли шестое место. Что касается футбола, от Анапы зарегистрированы три команды, но в краевом чемпионате городская команда участвовать не будет из-за отсутствия финансирования. Денег нет на форму, на проживание, на транспорт, на зарплату игрокам, на оплату аренды стадиона смены. Зато в Анапе появится специализированная футбольная школа. Месяц назад на меня вышли из Федерации футбола России и попросили прозондировать почву о создании в Анапе второй лиги. В принципе, одна из задач от города – какие-то деньги большие не тянуть. Так, в общем-то, нет такой задачи, дайте нам 20 миллионов, а мы вам дадим 30, пока вот таких разговоров нет. Наоборот, они хотят вложить в развитие футбола. На базе седьмой школы будет создана специализированная футбольная секция для подростков, которая в будущем станет футбольной школой. Вадим Родин, Алексей Мухортов, Анапа-регион. В Анапе стартовали соревнования по пожарно-прикладному виду спорта среди учащихся школ города-курорта. Первый этап штурм башни прошел в отделе государственного пожарного надзора среди старшеклассников. Это уже 13-е соревнование по пожарно-прикладному виду спорта. К ним спортсмены готовятся в течение года. В каждой школе есть дружины юных пожарных, состоящие из 15 человек. Именно они показывают свой уровень мастерства на соревнованиях. Этот вид спорта не очень легкий. Здесь как бы надо навыки, потому что штурмовая лестница не каждый сможет. Тяжело. Мне это нравится. Пожарно-прикладной спорт – это спорт сильных, смелых. Пожарные, они должны не только выезжать на пожар и тушить пожары, но они должны постоянно тренироваться. Они должны быть сильными, смелыми и, естественно, физически тренированными для того, чтобы можно было подняться на высоту многоэтажного дома. По словам участников соревнований, этот вид спорта не из легких, как кажется на первый взгляд. Лестница весит 11 килограммов. Бежать нужно быстро. Попасть в оконный проем желательно с первого раза. Иначе теряются драгоценные секунды, а задание рассчитано на время. Весь год наряду с практической частью ребята осваивают и теоретическую. Ежегодно посещаем пожарно-технические центры. Здесь уже в течение только этого учебного года побывало более двух тысяч человек. Многие выпускники нашей школы поступают в институты пожарной охраны. После заключительного этапа соревнований, который пройдет в Анапе 16 мая, лучшие спортсмены будут отстаивать честь города-курорта на краевых соревнованиях. Уникальная теплотрасса в городе. Уникальность заключается в том, что все этапы работы по замене старой теплотрассы можно увидеть одновременно. На углу с улицы Ленина работа завершилась успешно. Рабочие укладывают плиты на место. Дальше специалисты проводят изоляцию труб с применением современных материалов, которые позволят увеличить срок службы теплотрассы в несколько раз. Такой утеплитель устойчив к воздействиям окружающей среды. Параллельно идет демонтаж следующего участка старого трубопровода и сварка деталей нового. Специалисты разрыли новый участок ветхой теплотрассы. Руководство теплоэнерго планирует закончить работы в начале мая. Станица Анапская одна из самых густонаселенных в городе-курорте. Здесь проживает около 20 тысяч человек. И давно назрела проблема расширения амбулатории, которая была построена еще в 50-е годы прошлого столетия. А в первую очередь врачи и пациенты просили у администрации города помочь открыть дневной стационар. Ездить на процедуры в городскую больницу многим не под силу. О том, как работает новое отделение стационара в сюжете Ларисы Басовой. Нам очень повезло, что когда Сергей Павлович Сергеев знакомился со всеми территориями, он приехал к нам сюда в амбулаторию, он стоял в этом кабинете, он сразу приехал и знал о той проблеме, которая у нас существует, говорит, что дневной стационар нам необходим. И он сказал, что дневной стационар у вас будет. Открытие стационара произошло 5 марта, ровно через месяц, после посещения Сергеем Сергеевым амбулаторией станицы. Дневной стационар рассчитан на три койка места. Работает в две смены и даже в субботу. Стационар не просто пользуется большим спросом. Люди записываются в очередь. Кому нужна не срочная медицинская помощь, а, к примеру, пройти курс профилактического лечения. Дневной стационар пользуется большим спросом, большим интересом. И с большим удовольствием, и мы работаем в этом направлении. И люди рады, что можно получать медицинскую помощь данного профиля на месте. Очень удобно для нас, жителей Станицы Анапска, очень удобно не ездить в город, такое обслуживание хорошее. Давно мечтала, и как раз надо было подлечиться. Очень благодарна, что у нас здесь дневной стационар. Очень благодарны и рады, что открылся стационар Станицы Анапска. Работают здесь врачи удивительные. Елена Александровна, Ольга Анатольевна. Это вообще сестричка от Бога. Такая внимательная, такая вежливая, внимательная. Большое им спасибо. И всем, кто реализовал этот стационар. Чтобы полностью удовлетворить потребность в этом виде медицинской помощи, главный врач амбулатории Станицы Анапска Елена Паркина говорит о необходимости расширения стационара как минимум до 10 коек. Тогда не будет очередей. Ведь на учете в амбулатории стоят 14,5 тысяч взрослых жителей Станицы. Этот вопрос находится на контроле в администрации. А первый важный шаг уже сделан. В пятый год в Краснодарском крае реализуется благотворительная программа «Цветик-семицветик. Вместе поможем детям». Анапчане принимают активное участие в сборе средств нуждающимся. Наблюдательный совет, состоящий из представителей органов власти, социальных служб, культуры, образования, студенчества, решают, кому и в каком объеме будет оказана помощь за счет благотворительных средств. Наш корреспондент Светлана Авилова расскажет о тех, кому помогла данная программа и о тех, кто нуждается в помощи. В 13-летнем возрасте Никита отдыхал в Анапе. Как и все мальчишки, несмотря на запреты взрослых, решил прыгнуть с моста в реку Анапку. Упал на мелководье и получил серьезную травму. Сказали, что если все будет хорошо, то ребенок ваш ходить не будет. Будет полностью парализован. Несмотря на то, что ситуация была очень тяжелая, мальчик и его мама Елена Александровна старались не падать духом. Они решили, сколько есть сил, столько и будут бороться с недугом. Сначала Никита прошел несколько курсов массажа, потом постепенно пытался приподнимать свое тело, ежедневно выполняя различные физические упражнения. И вот результат. Он смог не только встать с постели, но и сделать первые шаги после травмы. Огромную роль в реабилитации Никиты сыграл нейроортопедический реабилитационный костюм «Атлант», который ему подарила благотворительная программа «Цветик-семицветик. Вместе поможем детям». Судзащита позвонили, детская поликлиника, что «Цветик-семицветик» программа «Помощь детям-инвалидам собирать деньги, мы можем вам помочь». Вот как бы вот это приобретение этого костюма. Спасибо всем жителям города, помогли с этим костюмом нам. Надевается на человека, зашнуровывается, то есть шнурочки полностью стягиваются, чтобы полностью мышечный корсет, при этом на физическую форму, он накачивается. В прошлом году Никита стал первым парадайвером в России, участвуя в программе фонда «Доступная среда» и Анапского подводного клуба «Акваглобус». Вот таким макаром, опа, где надо завязаться. Лада Сиденко не может двигаться, ходить, говорить, видеть и самостоятельно есть. У нее редкое заболевание – синдром Веста. Болезнь встречается с частотой 1 человек на 4000 новорожденных. Из-за осложненных родов у Лады произошло гипоксическое поражение головного мозга. Мозг девочки функционирует на 10%. В основном лежит. Дело в том, что у нее, скажем, такое заболевание, что у нее крайне мало за сутки бывает спокойных моментов. Обычно, когда она просыпается после сна, у нее серия идет приступов эпилепсии, да, то есть ее трясет. Она и парусит, у нее и саламовые приступы. Ну, то есть это такие разновидные. У нее атонические, астанические приступы есть, эпилепсии. Сейчас девочке 8 лет. Если раньше мама Лады мечтала о специальной коляске для нее, то сейчас, когда девочка подросла и стала весить более 30 килограммов, здесь, говорит Ольга Николаевна, нужны такие приспособления, чтобы дочка научилась чувствовать вертикаль. Есть такой аппарат, он называется вертикализатор. Это такая штука, в которую ребенку вставляют, ну, грубо говоря, фиксируют в нескольких местах тела. Она сама как-то заучилась смотреть? Хотя бы, чтобы она вертикаль понимала. То есть она же не встает даже на четвереньки. То есть поползновение ползать в нее нет. Она не знает, ну, или мозг не знает, в общем, ни одному Богу известно. Колени Лады сгибаться не могут, поэтому девочке нужен специальный горшок в форме стула. Мама Лады очень надеется, что программа «Цветик-семицветик» поможет и ее дочери. А для тех, кто хочет оказать личную поддержку, адрес Лады Сиденко, микрорайон Алексеевский, улица Камышовая, 28. Светлана Авилова, Андрей Стародубцев, Игорь Крушаков, Анна Парегион. После короткой рекламы прогноз погоды на завтрашний день, который выходит при поддержке партнера стоматологической клиники «Визит». Реклама пройдет быстро, не переключайтесь. Дентальная имплантация – это вживление искусственных имплантатов для протезирования зубных рядов. И, соответственно, не во всех случаях возможны эти имплантаты вживить. Предварительно производится формирование альвеолярных отростков по типу костной реконструктивной пластики. Диагностика проходит на единственном в Анапе конусно-лучевом компьютерном томографе. Анапа, улица Ленина, 141. В пятницу 26 апреля в Анапе будет малооблачно, без осадков. Температура воздуха днем 13-16 градусов по Цельсию, ночью до плюс 12 со знаком «плюс». Ветер переменный 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление 762 миллиметра ртутного столба. Температура морской воды у берегов Анапы 11 градусов выше нуля. Далее блок полезной информации от партнера программы производственного предприятия «Меркурий-2». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. Всего доброго. До свидания. Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры во второй очереди строящегося жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир. Развитая инфраструктура. Близость к морю. Срок сдачи 4 квартал 2013 года. Телефоны 48333 и 48300.